Мир вам, Игнатий Тихонович. С миром, дорогая. С миром принимаем. Мир вам. Мир вам. Помолимся. Царю Небесный, Утешителю души истины, Иже везде своей вся исполняяй сокровища благих, И жизни подателю принесились они. Я чистен и от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия. Не допусти нам уклонения ни направо, ни налево от истинного понимания. Прибудь с нами, сохрани нас в любви, согласии и единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, чести, поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сегодня 12 апреля 2019 год. Мы продолжаем разбор пособия в изучении Евангелия от Марка. Проверьте микрофоны, пожалуйста, у себя, чтобы выключены были, не мешали друг другу. Восьмая глава, с 1 по 10 стих. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им, «Жарь мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими, отпущу их в дому, их ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему, «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их, «Сколько у вас хлебов?» Они сказали, «Семь». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв семь хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и собрали оставшихся кусков семь корзин. Евших же было около четырех тысяч. И отпустил их, и, тотчас войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Долфановские. Жаль мне народа, как эти слова рисуют Христа. Имеем ли мы сострадание к земным и духовным нуждам окружающих нас лиц? Как важно подмечать и уразумевать благодеяния, оказанные нам, Богом в прошлом, и на основании их судить о Его верности, готовности и умении помогать нам и в будущем. Пожалуйста, у кого есть какие мысли насчет прочитанного? Здесь сказано о благодеяниях земных и духовных. Имеем ли мы сострадание к земным и духовным нуждам окружающих нас лиц? Каждый пусть ответит себе на этот вопрос. И сравнит. Как вот поступало? Жаль мне народа. Жаль ли нам народа, который во тьме ходит, не знает Евангелия, идет прямым путем в погибель? Так, ну ни у кого ничего нету, дальше идем. Евангелие от Марка. Да, тут правильно Наталья заметила. Конечно, жаль, но как им помочь, если они сами не идут к свету? Ну, во-первых, нужно самому светить, чтобы люди видели наш свет. Вы, говорит Христос, свет в миру. И невозможно укрыться на вершине горы, и никто не ставит подсвечник под кровать. И написано, люди, видя ваши добрые дела, прославят Отца Лашего Небесного. Ну, а замечание правильное, что Господь говорит, и глазами будете видеть, и не увидите, и ушами будете слышать, и не услышите. Люди сами сомкнули свои глаза от этого света Христова. Почему? Потому что более возлюбили тьму, нежели свет. Потому что дела их злые, а они не желают, чтобы от этого света обнаружились их злые дела. Вот. И есть такая еще жалость, так скажем, ложная. Когда мы человека видим во тьме, и жалея его, жалея, как-то может быть его этим светом опарить, что он расстроится от этого. Отношения у нас с ним испортятся, и мы его не обличаем. Вот это ложная жалость. За это Господь с нас спросит, за эту ложную жалость. Видел брата согрешающего, и не попытался его остановить от греха. Господь говорит, я спрошу из тебя, и не попытался отстанье, Продолжим. Вышли фарисеи, начали с ним спорить, и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он глубоко вздохнув, сказал, для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду с нему знамения. И оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Все ученики его забыли взять хлебов и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродной. И рассуждая между собой говорили, что значит, что хлебов нет у нас? Иисус, уразумев, говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце, имея очи, не видите, имея уши, не слышите? И не помните. Когда я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят ему, двенадцать. А когда семь для четырех тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали, семь. Сказал, как же не разумеете? Вся природа полна доказательств славы дворца. Псалом 18-й, 2-й, 3-й, 4-й стихи. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речи, ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. Но видит их только тот, у кого душа обращена к Богу. Второе послание Коринфянам, 3-я, 15-й, 16-й стихи. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Пока душа стоит в боевом отношении к Богу, все доказательства бесполезны. Можно поставить опрокинутую чашу под целый водопад. Но пока она останется в таком положении, она никогда не наполнится. Иоанна 7, 17. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сей мучении. От Бога ли оно? Или я сам от себя говорю? Поставим себе вопрос ребром, честно. Желаем ли мы уверовать? Первое условие – поворот к Богу. Лучше последовать примеру Христа и не давать доказательств того, где нет искреннего желания уверовать. Христос никогда не насилует волю человека. Фарисеи вообще разве желали уверовать? Теперь они хотят завалить ответственность за свое неверие на Христа. Почему Христос сравнивает лицемерие фарисеев и оппортунизм придворных иродиан именно с закваской, которой нужно остерегаться? Что характерно в закваске? Как она действует, видоизменяя и внешний, и внутренний состав теста? Какие закваски в наши дни особенно опасны для христианина? Сергеянство, предательство митрополита Сергия Острогородского, не есть ли современное иродианство? Упрек Христа к духовному тупоумию, глазами не видят, ушами не слышат и не разумеют сердца. С каким умением и терпением Христос учит и развивает своих тупых учеников? Будем и мы иметь терпение друг к другу. Пожалуйста, вопросы. Так, ну давайте по вопросам. Ну, первый вопрос. Фарисеи вообще разве желали уверовать? Да нет, конечно, не желали. Но им нужно как-то самооправдаться, и поэтому они знамения требуют. Дашь нам знамения, тогда уверуем. Да дал бы Христос, если бы даже и знамения не уверовали бы. Помните, место говорит, даже если и мертвые воскреснуты, придут и не поверят. У вас есть Моисеи и пророки, если Моисея не поверили, то... Что такое оппортунизм? Кто знает? Пишите в чате, пожалуйста. И кто такие были вот эти иеродиане? Кто может рассказать, пожалуйста? С фарисеями-то понятно. Тут как бы это отделенные были такие... Предполагаю, что царь иеродианал, детей-то убивал, хотел младенца Христа убить-то. Но, значит, это сторонники его тоже хотят убить Христа. Вот они иеродиане и называются. Так? Игнатий Тихонович, так ли это? Иеродиане, что желающие убить Христа назван? Мое дело было издать это посоль. Нет, нет, нет. Микрофон мы не включили. Я не сам для себя писал, а для людей. Уже готовое написано. Разбирайте. Тут такие умники сидят, я знаю, они все знают. Так, ну давайте прочтем, что такое оппортунизм. Наталья ссылку сдала. Это от латинского opportuneus удобный, выгодный термин, используемый в политике и политологии, а также в экономической науке. В современной экономической теории под оппортунизмом понимают следование своим интересам, в том числе обманным путем. То есть оппортунизм это беспринципный человек, приспособляющийся к обстоятельствам, соглашатель. Ну а к чему там иеродиане эти приспосаблялись, или какие у них были интересы, в чем они обманывали, и кого обманывали. Ну, давайте, умники и умницы, поведайте. Правильно ли Рахиль сказала, что вот именно Ирос хотел убить младенцев, побил? Нет, я предположила, правильно или нет, я так говорю. Ну вот я и спрашиваю, присутствие... Вот, у Сеофилакта Болгарского написано, что иеродиане это те люди, которые верили, что это Ирод есть Христос, и в него нужно верить. Вот, видела Рахиль как-то, то есть, что иерод Христос, и в него нужно верить. Вот такие были иеродиане, обманывали. Что иерод пришел от Бога, так он, антихрист самый настоящий был. И однако же, партия эта создавалась, то, по-видимому, политическая, больше политическая партия, нежели религиозная, сторонников царя, игравшая на патриотизме. Вот мы сейчас плавно к этому сергианству и подкрадываемся. Ибо иерод, хоть и не был иудеем, он в определенном смысле был врагом Пилату. По своим религиозным воззрениям стоял Бритко с Саддукеем. Вместе с ними соединились с фарисеями в стремлении погубить Иисуса Христа. То есть, ну да, то есть, цель-то у них, понятно, была у фарисеев и у иеродиан. Вот, но это вот сегодняшние, может быть, сергианцы тогда, сказать, предатели истинной веры. Ну вот они были у власти. Раз иерод был царь, младенцев, кого он побил, то понятно, что боялся чего? Боялся, что вот вместо него царь восяли. И вот они с фарисеями, значит, вот эти вот придворники царя и фарисеи объединились против Христа. И Христос учеников своих остерегает. Вот, что характерно в закваске? Как она действует, видоизменяя внешний и внутренний состав теста? Ну, женщины, что за кваска? Она... Это ропот, ропот это. Он себя ропщит, нагнетает, раздувает себя в злобе. И вот, пожалуйста, уже ты против противником стал. Да, вот три ступени, как действует сатана, стандартно. Первое, это ропот, недовольство. Вот, как остереться этого, ропота этого? Великое счастье быть всем довольным. Кто сказал эту фразу? Кто знает? Никто не знает. О, первое, ропот. Игнать Тихонович, кому эти слова принадлежат? Великое счастье быть всем довольным. Знаете? Брат Сергей, мне уже неудобно заходить. Посмотри, какая собралась когорта. Они все знают. Пусть участвуют. В самом начале говорили об этом, что все участвовали. Пятнадцать человек. Так, Лена Скрынник, я вам микрофон выключил. У вас там это, шумновато. Если что-то захотите сказать, найдите, как у себя включить микрофон. Это звуки какие-то. Так, ну, когорта. Давайте поактивней. Закваска, она мешает, изменяет это тесто, все состав, да. А ропот ее, она, закваска, оно тесто, это раздувает. Человек раздувает себя, сам себя нагнетает. Вот, вторая, как бы, ступень, как действуют сатаныфтов, вот, после ропота, он начинает таиться. И потом бегство, то есть, уже из церкви бежит. Начиналось все с ропота. Поэтому и Господь, вот, и они роптали на Христа. Дай нам знамение. То есть, они нагло уже, как бы, показывали открыто свое неверие. Вот, кто такие сергианцы? Вот, кто такой митрополит Строгородский? И в чем была его предательская декларация? И не если это вот современное радианство. Как тогда Ирот Раутсу гнал Христа, так и вот этот митрополит, Сергий Строгородский, он не царь, то есть, он был митрополит церкви. Но он к власти какое отношение имел? Кто знает? В двух словах желающие, расскажите, пожалуйста. Он призывал поклониться этой безбожной власти, которая наступила после революции. Ваши радости, наши радости, так он говорил. Так, ну давайте зачитаем. Сергеанство – это публицистический термин, под которым чаще всего понимается политика безусловной лояльности руководства Русской Православной Церкви по отношению к советской власти. Кроме того, использовалась в СССР рядом религиозных диссидентов, не порвавших связей с Русской Православной Церковью. Власть безбожная была, явно безбожная, и однако этот митрополит обманным путем говорил, что для сохранения церкви нужно этой власти подчиниться. И всякая власть от Бога. Та власть, явно, что она была не от Бога, коли они атеизм культивировали, насаждали в людях. И она стала, вот эти вот священники, стали с этой властью сотрудничать. А истинно верующие христиане, которые не стали подчиняться этой безбожной власти, были этими сергианцами преследуемы. Были мученики, тогда эта власть убивала истинных христиан, которые не желали сотрудничать с этой властью. Этих мучеников, эти сергианцы сегодня не признают за мучеников. Вот это вот и есть предательская декларация митрополита Сергия. Вот Наталья, будет фотография Сталин. И вот они, какой из них митрополит Сергий, или я ответ, наверное, который слева. Да, так я понимаю. Как нам сегодня быть? Конечно, Сергия уже нет, этого острогородского революции уже нет. Нет даже вот сейчас объединения этих вот зарубежной церкви и московского патриархата. Говорит, все, уже время прошло, давайте объединяться. Как нам к этому относиться? Действительно ли все уже, гонений нет, власть не гонит. Путин, Владимир Владимирович, в храме мы видим, стоит со свечкой, крестится, молится, все. Надо ли нам этой закваски остерегаться? Христиан не гонят, никто, ничего, все, все храмы открыты. Конечно, надо, чтобы не впасть опять в сектанство. Ну, а что они, как они могут нас в сектанство? Владимир Владимирович, он не сектант, но и православным-то его тяжело называть. Как, Рахиль, чтобы нам не впасть в сектанство, что ты имеешь в виду? Ну, так я уже говорила про ропот-то, вот что, про закваску фарисейскую, что нам не надо вот так вот роптать. Да, Путин больше на аудеи похож, и манеры такие же. Вот. Ну, а и там, и там идет литургия Иоанна Златоуста. Там и там молятся, одинаковые молитвы. Может, надо объединяться? Закваска экономии в наше время, я считаю, что это опасная закваска для христиан. Экономия, которая насаждается безразличием, дружба с миром. Да, тут литургия, литургия, ну, святые отцы будут на каждой литургии присутствует сатана, и вместо тела и крови уголь. Литургия – это не показатель истинности церкви. Вот. Объединяться нужно в истине. Слышно, да, микрофон? Я говорю, самое главное, чтобы оккультизма не было. Понимаете, в храмах оккультизм процветает, вот это страшно, когда оккультизмом занимаются. А большинстве в храмах останется же, как предсказания сказали, один мирянин, один священник и один епископ. Так и будет к этому. Просто надо не участвовать в этом обрядничестве. Ну нет, волководат. Мостовь на тебя истинность. Люди, взрослай твои эстинные неставляются, совершенно другим людям. Другое дело, благодать, которая через Та嘘 ты идешь. Ты все равно в обществе находишься. я не знаю как кому как совершенно плохо совершенно плохо слышно ничего не слышно глухой звук такой видимо недостаток интернета вот можешь лучше написать я прочту можешь у кого телефону микрофона включены лишний да нет да от или на оккультизм в храмах я давно в храме московской патриархии него что там за оккультизм это вообще мне кажется из ряда вон люди оккультизмом храма занимается что это что имеется ввиду может быть имелось ввиду не оккультизм обряда вере вот это что люди просто в храм ходят не понимая таинственного смысла литургии вообще просто не рассуждая теле господнем прочищаются христа совершенно не знают евангелие не знают но это не оккультизм оккультизм это мне что более страшное такое оккультные секты из которых поклоняются каким-то там страшным вещам без да ирина скорее всего имела ввиду такое языческое обрядоверие симония это тоже страшная закваска которая просветает здесь да вот но в двух словах это все да и тихонич называет трусость и корысть не господь говорит невозможно служить богу и мамоне ибо одного будете любить другого ненавидеть труса с чего боязнь боязнь что выгонят из церкви останешься без работы система это выдавит сегодня мы видим как сам владимира головина решили сама за что зачем шахматов собрал столько подписи написал письмо и тишина тишина как всегда вот ни одной организации нет такого пишешь там жалобы заявлением всегда придет ответ там нет полная гробовая тишина полное безразличие к нуждам народа церковь нужно доходить какая бы она ни было никто не говорит никто не нужно говорить никто не говорит что туда не нужно ходить ну сейчас мы сейчас говорим о закваске иродовой и фарисейской которую христос говорит нужно остерегаться остерегаться дружбы с миром церковь обмерщена а вот а мы должны быть светом миру поэтому и дружба с миром есть вражда против бога и мы не должны врагами богу становиться дружа с этим миром мы должны этот мир грешные прелюбодейный преобразовывать христиан вот христос написано жалился над ними потому что они голодные были и накормил их и нам должно быть жаль этот мир который духовно голоден он не знает но самое страшное то что он и не знает что он голоден и не желает этой духовной пищи в большинстве своем вот еще беда одна а почему они так а потому что вот эта закваска фарисейская саддукейская сергианская она заквасила уже сердца людей они думают что так и должно быть пришел отстоял свечку поставил ушел и дальше во грехах живи меняться народ них них не желает в лучшую сторону оставлять грех не желает сейчас у любого там спросил много знакомых в церковь ходит исповедуется прочищаются пост соблюдаешь то есть уже такой вот обман бога церковь заповедовал соблюдать после больше строгий но мы не должны гордиться этим то что мы соблюдаем а кто-то не соблюдает каждый за себя ответить каждый за себя мы же не можем их осуждать вы соблюдаете пост но ближние которые с вами в храм ходят они соблюдают многие соблюдают очень многие долю есть такие допустим там которые говорят я же не могу там я могу сказать что там это надо это необходимо это православный должен соблюдать иначе да он не православный но меня могут не послушать это уже на их не совесть и как бы в цели невозможно как выгнать вот вы вы не соблюдаете все уходите вы не можете сюда приходить далеко это тоже надо как то есть много людей которые соблюдают есть и каноны все понятно что есть какие-то люди которые нет но надо организация конечно надо надо чтобы священники смотрели как бы как игнатий тихонович говорит священники там читают проповедь и не смотрят надо чтобы они смотрели на людей тогда иногда просто в церквях столько много людей там вот есть такие там больших монастырях да допустим приходит по 500 человек там там невозможно просто за всеми усмотреть вот как в таком как в таком случае быть но у нас например храм маленький и посетиваю это прихожане почти одни и те же это батюшка ничего им не говорит я вот спросила у одной я говорю ты читаешь господи владыка живота моего нет я и не знала я при них спросила у батюшки как надо читать всю неделю или суббота воскресенье не читать он да вот именно так они такие глаза сделали удивленные вот пожалуйста вам великий пост ну 500 человек храме вот у баптистов я в омске и был когда у них но я не знаю ну под 500 человек собираются на малину на богослужение их и порядок там все никакого нету без порядка там человек 10 за порядком смотрят поставлю все да вот сергеев тушенко правильно заметил потому что там люди знают зачем пришли наши православные которые пост не соблюдают они не знают зачем они пришли то есть они ходят и ходят у них вера такая вот обрядоверская то есть вот бабушка ходила и мне надо ходить поэтому и бардак такой торговля и свечки передают и ты языческое такое шатание что молитву то нету и господь пройдя в такой храм увидел там торговля что он выгнал вот сергей сказал человек 10 там следят за порядком то есть это организовано уже уже организовано что кто-то должен поддерживать порядок не анархия кто что хочет тот и делает а именно уже организовано централизовано то есть сверху это кто-то организовал пресс-витер там или еще кто-то их не но у нас то православных храмах это нету такого даже вот в нашей общине это дух мира пролез то есть у нас уже устав у нас организовано у нас община уже много лет и что и сестры наши стали приходить в храм в коротких юбках ну сказали ну все уже как бы все что нам выгонять их или не выгонять или пусть дальше задирают сколько коротких да у нас в уставе написано 10 сантиметров один вы знаете сейчас проблема купить это надо мне рассказывали одна моя знакомая выходила замуж хотела целомудренное платье купить так она пошла в мусульманский магазин нету негде купить это надо или самому шить но чтобы шить самому это тоже это надо быть и мастером надо уметь это не просто там одну строчку надо уметь раскроить надо уметь вот это все понятные отговорки не перебивайте меня у нас есть устав устав общины принято если допустим будет там не 10 а 15 сантиметров от пола или там 20 ну что разве это такое такое большое отступление вы сделаете себе 20 и вот если 21 уже тогда не пускаете нет так и никто же не никто не меряет но так по виду смотришь на нормальный человек но даже с него там 20 все равно это же нормально смотрится но 10 смотрится ненормально до 10 ну хорошо 10 смотрится нормально но если допустим она купила в магазине юбку ну она же там но не померила да сколько там сантиметров купила уже ты еще и делать эту юбку выбрасывать и снова идти покупать новую да это ее проблема она вот устав сказано она расписалась в этом уставе понимает мне кажется это вот из из теории там отсаживать камара то ну же ладно там 20 ну очень короткую не разрешайте там понятно что на колено нельзя это ну если она там немного тоже когда очень волочится папа по по полу в грязи в зиму разговор не о чем разговор 10 сантиметров выше от каблука нормально же крис крестина так вот видите как человек цепляется за вот это мирское начинает там все так где мне купить да кто мне сошьет давайте не 10 давайте 20 давайте вот потом 40 потом выше колено да это же все равно юбка она же все равно женская пошло пошло поехала сергей можно да можно вот большой театр люди приходят и говорят например а я не буду тут я хочу фонарик зажечь там посморкаться тут пока спектакль идет что с ними сделают сразу же выгонят никаких вопросов правила есть даже они нигде не расписывались а тут человек расписывается как себя вести подписывается под договором грубо говоря как в юридических отношениях договор не соблюдаешь все пошел вон суд но это штраф а вы чё тут устроили вы с богом вздумали тут это в игрушки играть ну вообще не устав все подписано вы меня не поняли это все понятно я там все исполняю я все за что надо бы быть и 10 это я все за но я не могу другому человеку меня я не могу другому человеку сказать вот так ты должна я за я это принимаю речь про тех кто в общине они про другого человеку какого-то который с улицы пришел понятно извините может сказать так все переодевайся чтобы следует виталий говори елена сузов вы много говорите дайте другим сказать тоже виталий давай а чё не слышно было сергей нет нет ну я имею ввиду ну правильно женщина говорит что я не могу сказать простой рядовой но он может только так лично сказать а староста же есть административные вот эти лица священник староста кто еще там не знаю старшая сестра они отвечают за дресс-код я думаю да вся беда в том что никакого дресс-кода того и у некоторых и нету вообще отвечать нет потому что каноны попраны правильно тихо не замечает каноны церковные это правило все уже написано и нам надо просто их принимать всем единодушно вот а если один единодушно принимает а другой единодушно отвергает то между ними должна быть великая пропасть понимаете и а еще быть ну а как учу теперь его изгонять да изгонять потому что каноны и выстава кто этим будет заниматься это другой вопрос я же не христос это только христос может прийти дом мой домом молитвы наречется а мы христиане мы дети его мы тоже должны за порядком доме божьем следить иначе мы не его дети незаконны и мы говорим вот число сергианстве вот это вот дружбе с миром которая вот закваска и господь нам берегитесь и и вот любящие господа ненавидьте зло этот мир этот грешный прелюбодейный как его христос рак виза вот это и есть зло и нужно это зло ненавидите не быть толерантным к нему все злодеи они все говорят о толерантности и терпимости и без и все что ты пришел раньше времени мучить но сразу такие вот такие прям овечки такие что христос выгнал их и все свиней свинью в море скрутизны не на сергей прошу прощения берешь в твои общине ваши до в барнаульской вы не можете навести порядок ну прости меня вы не зависите не от патриархии ни от кого можно а что что спрашивать других там вообще никак нет рычагов никаких да я не спрашиваю я говорю о внутреннем состоянии терпимости или нетерпимости человека к греху если он безразличен к этим юбкам то ничего и не будет а если внутри есть у рано или поздно этого ну вода камень точит там батюшки скажет как вот у тебя же нетерпимость и есть к открытому туалету напротив алтаря слава богу а другим по барабану я вот про это вот по барабану говорю про равнодушие сейчас и господь говорит не будьте равнодушными берегитесь этой закваски иродовой и фарисейской ну а сегодня сказать сергианской вот это вот дружба с миром дружба с властью дружба вот из-за чего это дружба из-за денег ты пришел деньги принес и хоть там у тебя 20 хоть 30 свечку купил поставил отстоял пошел вон все вот такое отношение к народу у попов волки в овечьей шкуре ведь из вас самих вас станут волки не щадящие стада а господь это стадо жевел он их кормил он их духовной пищи и такой или сергей священник говорит вот например за германскую за за европейские православие да он им говорит нет нет они ну пожалуйста ну пожалуй ну можно штаны делать нет это паломническая поездка нет ну что я уже не выдержал это напиши пусть они эти колготы оденут под низ и и юбки сверху но все равно не послушали и этот был как его храмовый день пригласили сербии приехали сестры все штанах все губы накрашенные и все без платков а за европу я могу сказать что тут конечно уже давно все смирились я там видео даже записывал транслировал что даже женщина в католическом храме без без головного убора в штанах восходит на кафедру где только что стоял священник и читал евангелие и начинает молитвы какие-то читать еще что-то но я не понимаю по-испански вот и все ну и это все нормально и причащается также в таком же виде и то есть это уже если освященник он же просто не может он даже как о какой какие другие какие-то моменты там пытается людям донести до людей его уже ну как бы на него косо смотрят и уже его осуждает в кулуарах говорят что он какой-то ну совсем не такой какой нам нужен вот так одним словом тут вот это вот терпимость козлу очень баба большой градус терпимости козлу и уже это норма в катал католика ну впрочем как у православных у нас свое то есть братья без близнецы по сути дела по сути дела братья близнецы и просто индивидуальность у каждого своего европы у россии там а так у нас пока слава богу россии слава тебе господи да ну например если по выгонять да как вот это вечерняя елена одна стоит на вечерней службе 1 давно если вот это он выгнал до резин за штаны и что тоже будет ревентировать потом кто будет руководить понимаешь там же мало их вот отец и аким священник рассказывал потом другой город было много народу вот и батюшка помоги мне поисповедовать сколько там человек 200 наверно вот и он говорит так бритые идите домой ну половина храма упустила кто курил сегодня опять кто пост не соблюдал осталось там человек 10 и все он никого не выгонял просто не допустил данную властью ему от бога до причастия ну а грешника зачем допустить не он не достоин будешь достоин подходи к чаше нет они этой властью неправильно пользуются после того будет не достойно причащаться тела и крови не рассуждая теле господа многие больные немало умирают на гони ты этот страх на пасту и кто же не хочет болеть и умирать в его власти эпитемию не накладывает никто поэтому и страха у людей нету быть отлученными от христа но все равно бог любит простит это вот положение такое аховая а господь когда смоковницу прокляла и все не будет тебе плода вовек так он такой милостивый а вот ему показать что он не только вот может прощать и но может и карать а иных страхов спасать и страха нету в церкви одно бесстрашие то есть люди не боятся бога это первая ступень начала мудрости страх божий не боятся его огорчить лишь и мерзким поведением дадей и лишь и сразу начинается манипуляции как только ты начинаешь что-то говорить но за бы за порядок да за дисциплину но вообще за них за внешний вид хоть что начинается манипуляции так у тебя любви нету ты злой короче ты критик там никого не любишь всех ненавидишь вот и вот такая вот тема идет прям жестко вот христос когда выгонял торгашей из храма он это по любви делал или по ненависти возрел с гневом написано на них дом мой домом молитвы навечется вы сделали его вертепа разбойников кто такие разбойники ну гравят убивают разбой творят я христианин я иду по стопам христа вот а вы кто здесь священники же сами виноваты что священники же сами виноваты они долгие годы разрешали прихожанам приходить в таком виде они их не укоряли не обличали а тут когда время пришло прошло 30 40 лет они начинают говорить как нужно одеваться а где они были двадцать тридцать лет раньше здесь не проповеди живые они же никогда не говорили а вот если настоящий христианин что-то говорить вы как я у нас здесь о приходе если я говорю даже священник проповедует он мне затыкает рот почему-то лучше почему ты говоришь он что не может выписать слова апостола павла и написать на дверях перед тем как зайти в храм он этого не делает ему не надо потому что ему нужны деньги ему нужно чтобы приносили деньги откуда они будут одеваться им не надо нихуя причастность накрашенной красной помадой и священник им ничего не говорит и тут же он говорит проповедь как пусть и одевайтесь неприлично приводит пример старообрядцев вот они как одевается посмотрите и сам же в ту же минуту причать кого хочется как попало и кто тут виноват священники такие сделали сами своих прихожан да ситуация аховая патова нужно сказать да надо делать мастер-класс для священников да вот игра тихонь что он и чтобы вы сделали на месте будучи патриархом у него программа депутатская первым выделом побед закрыл все храмы закова а жить на что они тогда скажутся и начать оглашение прекратить строительство всех храмов на выращенные деньги строить школу евангелия проповеднические вот эти мастер-классы как вы говорите для священников начать учить как христос он сжалился на ними как овцы не имеющие пастыри но по милости божией у нас есть интернет и мы в интернете учим как можем желающие учиться которые уши и глаза не сомкнули они имеют эту уникальную возможность благодаря этому изобретению кто будет интернет помойка ну для свиньи помойка для найдет лучик света все равно и заметьте вот на тех которые в интернете светят священники на тех своих гонят степаненко отличную статью почему свои грызут своих вычитайте максим в это духом святым написано статья и но как говорится воз и ныне там но не везде сколько раз игнать тихонич говорил про крещение в полное погружение господь и слова и не остается тщетным раз церковь так заповедовала видишь уже в храмах вот и даже наш митрополит почему своих священников примеры на тихо часто почему игнати конч раздает евангелие раздаете уже все никто не раздавал то тогда да тут уже уже на суде божьем уже будет обличить так вопросы когда тихоничу пожалуйста задавайте час прошел у нас по беседовали так хорошо вопрос владимир головин в интервью после новости о том что вы отлучили шахмату он сказал что интересно что раньше вот ну начали начальные века церкви именно епископов и прочие чины церковные народ утверждал потом это долго было в забвении и 1917 году это опять возродили вот эту традицию что люди как бы утверждают церковное начале и таким образом народ он не отделен от священства он непосредственно участвует в жизни церкви то есть то о чем мы здесь говорили что как-то чуть хочется повлиять улучшить именно было сейчас ее нету и он говорит сказал о том что возможно это католический путь час мы идем что у нас вообще по сядет папа место патриарха и вообще священство забудет про народ вот что вы на эту тему можете сказать думайте все ко мне вопрос да что сказать нам и сравнивать нечего как у них папа один а у нас каждый поп папа творит что хочет для него нет у них книги правил не библии и таких-то под 90 может процентов подпирает но надо работать вот сейчас вчера ко мне зашел тут один человек и юрий соболев и задал вопрос про головина почему я нигде не участвую вроде в защите его ролик выставили вы его прослушайте утром сегодня он был поставлен уже ответ такой зачем ему как раз это и надо он уже за кадилом отмахал свое пускай идет народ проповедует батюшка в трезвом разуме и все остальное схлынет пусть они его примут в новое в новом формате как благовестника я не говорю большего потому что мало что знаю но молюсь это на сердце положено положено мысль такая ничего не надо подписи собирать там это никакой роли не играет я спас вас позиции патриарха начинаю рассуждать вот сейчас нигде это не делалось как он делал отлучать то не за что там на нарушение на нарушение уже это юристы все это разобрали беззаконие но однако уже дело сделано но давайте мы это поверим что что-то господь хочет сказать через это нос на свободе остался деньги у него есть пойти поехать куда-то но пускай начинает работать с народом по евангелию чисто евангельский путь и батюшка это может сделать а патриарх понимает а сейчас только уступить не утвердить что там пармен епископ наворочил значит тогда подрывает авторитет авторитет они от народа ему это народ это главное епископа епископа свои друзья тут этих найдется создать коалицию ну и дальше они будут делать то же самое выходит а это дальше распространиться и поток пошел в другую сторону деньги то деньги на на первом месте мамона вильзиулович и потом патриарха тоже можно понять понять но не одобрить я всегда говорю что у лидера должно быть шесть качеств и первое качество воображения вот воображением своим знаю из литературы кто такие масоны и прочее я не ругаю их они главное которого царит антихриста но задача то у них в другом антихрист это само собой уже придет на готовую почву а так то каждый из нас желал бы делать то что они делают только у нас силенок не хватает порядок хотели бы чтобы не убивали конечно хотели чтобы там не воровали конечно но это в своем подъезде можете сделать не можете даже своей квартире а у них глобальная задача не в городе не на улице не в стране во всем мире защипировать всех не продать не купить путь каждого заносится все тут уже говорят по запаху находит их понять можно а чтобы правильно было все нужен правитель который будет делать то что за наряжено ему вот читаешь великого инквизитора педра михалыча достоевского но читай там когда выиграть и мы замучились уже с этим когда в инквизитор христа арестовали и ему говорит но это понятно на папе говорит но я сказал что каждый папа здесь а мы теперь даем человеку да мы разрешаем грешить вы решали на христа говорит тебя только поняли и приняли гордое которая там на единицы там но тысячи а мы миллионы всех спасем то есть планку принизили мы разрешим грех и они тихо умрут довольно этой жизнью любовь любовь вот и за смертью обрящут лишь смерть за смертью обрящут лишь смерть вот и все вот они всех спасает все разрешено делать это все слуги вот этого инквизитора или может он же инквизитор в малой пропорции надо размышлять дальше смотреть кто отлучит от любви божия лишь от любви божию а не то что от должности отрешит или ограбит посадит от господа кто отлучит и перечисляет апостол павел не ничто не отлучит перебрал все что только в мире есть скорбь и с наталья настоящее будущее когда думаешь что ничто не отлучит я не знаю кто как я могу сказать это у меня очень такая корявая биография не не дома сидел и вижу что у бога все высчитано я бы никогда не проник туда куда меня господь подтащил ну в тюрьму а мимо даже идешь фотографировать нельзя а тут теперь офицеры все собираются раз в месяц я перед всем контингентом беседую официально когда стал я им известен вышел а до этого беседы следователь обратился я говорю начальник тюрьмы умер по-христиански и все это необходимо было а конечно печально то другое не было бы вот этого дома где сейчас живу не было бы батюшка так горь хорошо что брата моего посадили то бы молиться негде было надо принять с благодарностью я благодарю бога благослови господи нас или благословляю тебя тюрьма эти слова я беру александра исаевича солженицына поэтому подписи эти никогда народ не решал это решает архиерея он ошибку сделал но прости его но через это ты пойми что бог то благо делает тем более кто воюет это степаненко максим пишет у отца владимира рукоположение до 30 лет он говорит и все недействительное но по этой мерке по правилу 14 15 6 вселенского собора так и все не раньше срока рукоположено до 30 лет все они никто просто даже идти но дело прошлое но теперь я заглаживаю этот путь и пошел проповедовать вот и весь ответ почему я не встаю ну а осенью вот прошедшие осенью меня спрашивают и там на улице было на трассе я все это объяснил объяснил отдельно о глебе грозовском который сидит 14 лет накатили ему еще не доказано теперь этот а этого что могут посадить делать нечего мне надо о самом себе думать иная объясняю почему на меня гонение то сотни раз больше чем на них всех вместе взятых за последние только восемь с половиной месяцев мне пришлось заблокировать 9 тысяч человек черный список занести который материал лгут что попало делают больше наверное 220 роликов против меня 220 из моих нащипали ролик и теперь вот такое и что тоже что-то господь хочет сказать вот володенька пришел пащенко спасибо христос вот такое дело в этом увидите ответ а то сегодня разжуешь горста под язык подсунешь и то не по не хотят проглотить может быть под вопрос какой-то непонятен еще дополнитесь скажите что неясно тут надо научиться думать я привожу пример такой когда человек думает он не помнит где идет что у серафима саровского такое было его выводили он как руки поднял замер и побледнел и в таком виде застыл и все как зое настояние его вводят под руки такое было придумали нобелевскую премию но были изобревший динамит благодаря его изобретение миллионы людей погублены но оставим большое достояние присуждает нобелевскую премию порядок такой ее присуждают только живым мертвым не присуждают умерши даже готовились он уже умер уже все никуда не идет это один момент другой дважды и не присуждают только один раз но пришлось один раз изменить и кому мария кирис кладовская полька радий выварила с пьером мужем и ему присудили и и однажды говорят там у нас сейчас трамвай а тогда называется конка также рельсы все но конь тащил этот вагончик конка называлась и он попал под эту конку ну как бриллиоз горло отрезал на патриарших прудах когда там валан сидит этот басилашвили его играет прекрасно вот и здесь та же самая история отцу сказали он да то чем же он думал то есть он унес последнюю мысль он все время думал научитесь размышлять его это время далеко не ходить а то попадете под конку что непонятно тут ну со вопрос не тебе раз его века сего вот 1 коринфянам там горит веса вопросик века интересно ян златоуз говорит научитесь не задавать вопросы задавать надо но многое открыто вот только что меня один человек тут и прямо рядом да вот я бы считал да непонятно по интернету говорим ягоду библия то у тебя есть есть ну открой где-то ну где-то открой он открыл открыла как раз 16 глава книга числа считает пардафан а верона и корея ну скажи мне еще не понятно то сказано отойти от них они отступили сектанты и живьем в ад провалились ну понятно но другое место откроет другой открывает а как раз открылась третья глава бытие ну четвертый раз открою ты считаешь понятно понятно как же ты сказал непонятно у тебя испытания провел открываешь книгу библия сам ты не рядом закладки я не глажил у тебя их нету и ты на все вопросы ответил правильно молись и господь откроет апостолы они же не учились семинаре докторские диссертации не писали сергей павлович ты здесь да ты не забудь пожалуйста завтра щукины за заехай привези что нужно да вот я с печкой не знаю завтра я днем работаю я не смогу его затопить на воскресенье тут тоже даже в этом деле это еще спорить будут у меня сухари есть так вот нет вопрос у меня печку не получится затопить в обед я работаю в обед ну ладно 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 имеем и карьковцев не не затопит завтра миша может прийти михаил петров и придет позвонил он хотя бы пришел если бы не на работу а тут он не на работе он может прийти и на затопить он мне сказал что он в эту субботу не сможет ну ладно все сделаешь или рано утром не приехать затопить но еще будет за время то ничего не останется в утром никогда володя не затоплял он затоплял всегда где-то в первом часу это нет не пойдет но вопросов то почему нету попрятались я в этой нахожусь в рулетке то а мужики вот так вот поднесли там где-то только череп видать из-под низу то но я их начинаю донимать ну-ка вылазь оттуда сейчас же по-хорошему ну и вытаскивать оттуда то дальше начинаем беседовать ну один тому сегодня тоже говорю ему с юмором его сильно задело смеялся все бедные люди замучились половина мужиков голые ни копейки за них никто не дает прям валяется лежат и все время как не увижу пьют и едят пьют и едят я говорю раньше то если ты мужик старались показать себя какая богатая одежда у него погоны какой чин у него там показать там лошадей ну чтобы как-то привлечь внимание женского пола тут ничего нету ничего все ниже пояса ну как же так и на голове кокарда не ума в голове и это же не молодые да тихонович всякие разные малые дети такие малые дети 12 лет и бывают такие что пьют уже 12 лет уже и пьют знаете 12 это много достоевский писал 1861 году дети десятилетия и уже развратные десятилетия уже развратные дважды повторяет 150 лет с лишним 160 какие годы то вот они в рулетке как только бывает это не в классе там или где-то и и увидят я ничего не говорю сижу как они завизжат все там криком кричат бегут понимаете как будто бы из кумшина у конан был такой святой там кто-то весом запечатал сосуды а в копали там фундамент строить они оттуда ну как было хоть хаттабы что там где-то дети кричат визжат начнешь говорить они они не может минуту смотреть вот как какие-то бесенята мужчина даже детка другой видно что старый старый я говорю сколько тебе лет 58 ну уже все там пропита цыгане тоже я говорю вас спрашивает а у нас мы тоже пасху справляем я говорю а как ну пироги там пекут у нас я говорю кто такой христос то не могут отвечать целая компания цыган сидит я тогда говорю ну вы хоть маленько то знаете что христос наркотиками не торговал они мгновенно исчезли слиняли я ничего не сказал-то христос наркотиками торговал они сразу все прямо нырнули в преисподнюю дыра осталось только вот мусульмане заходят а много их процентов 80 вот я им всем одно и то же говорю я говорю я вас знаю окаянных жеребцов вот откуда у вас это вам по вашей книге по вашему учителю разрешается 4 жены да да ну вот а у нас даже старая жена если появилась при первой уже разврат уже тебя отлучат у нас планка поднята выше головы а у вас ниже земли горниже плинтуса и вам за каждую жену надо колым платить вено называется а тут ты пришел разделся ну пол волосатая грудь у тебя ты хвалишься мускулами а тут 44 маленькие танки и все раздеты и бесплатно вот вы тут весенние жеребцы то и пришли женская тихая вонь с шибловом мозги то упали все ой хохочет сидят я говорю точно по цели сто процентов слушать еще не хотят я их разоблачаю главное показываю библию библию показываю у нас другая книга а у меня лежит коран вот он если вам видно или не видно я не знаю будет вот он может видеть и нет вам видно нет да вот коран о наша книга ягру считаю что написано вот вот это это я примерно сунул под нос человек 150 и ни один не мог прочитать а я им в похвалу и говорю знаете ребята вы примерно такие же как православные не знаете закона божия совершенно а не знаю нарушаете нарушая погибаешь а только одно повторяет одно слово из аллах акбар а я поднимаю руку иисус акбар он опять аллах иисус акбар и третий раз он слинял акбар означает велики они начинают доказывать свинью нельзя есть раздвоенная копыта но жвачки нету то дескать а вот мы-то не не едим я говорю лошадину ты жрете до утра как только звезда появилась а ума игру в рот не берем никакого мяса ну и еще считай теперь чё выше то дак не идите нет а почему да не хочу хотя у нас разрешено все есть можно и лягушек и змей покушать всякое творение божье хорошо никто не произносудительно если принимается с благодарением молитвы павел говорит а кто не принимает и считает за грех это бесовский учение бесовский называется ветхом завете так 21 глава это 11 глава левит была ну вот такое дело вот я уже здесь 74 дня в рулетке 74 дня примерно 310 роликов уже сделал еще одна однако еще больше нету мир вам откуда ты взялся я ошибся я подумал роман где-то романа то нету не женился ли он нет не женился живой здоровый так вообще не сбрасывает ну ладно давай не слышно да где-то роман вот пишет да сергей игнатов это я из там читал но то что высылаетесь игнат тихович на святых отцов ну да что половина которые были на соборе они сначала считали что дух исходит и от отца а где это вот документально можно посмотреть никто не покажет рейтар сказал ты поищи прочитай достань творение григория низкого родной брат василия великого ты прочитай его и посмотри чё тебе искать то буду мое дело сказать а ты не веришь да и не верь большинство не смогут я тебе сказал одного достаточно этого еще искать страницу показывать буду я не бакалавр был нашли о чем говорить на этой стороне миллиард католиков миллиард и все доказано христос говорит в прошу отца а в другом месте горит я пошлю ну и сюда еще будем спорить то есть то и другое равно имеет обоснование а как правильно правильно по католически и же от отца и сына исходящие а вы как считаете ну я православный считая и же от отца но я могу мнение высказать то что-то друг вокруг меня такая свистопляска устроена я еще доказывать не буду пожалуйста начинает грехи устроить едино сочный не раз ай я крестном знамени говорю что правильно крестное знамение не два не три перста пять и слева направо я не католик путем рассуждения дошел к тому что они правее нас не раздельно значит правильно вы я пойму надежда благодатская что ли говорит но не спеши надежда я еще сказал ты начинайте маленько исследовать ну сказал сказал ты я же не с кондачка какого-то я объясняю что слова златоуста божество бесстрастно божество бесстрастно она на кресте не могло страдать и надо так и понимать страдал человек а божество в это время было в преисподней и на небе и везде это уже все разъяснено и поэтому четыре это руки-ноги и в боку рана 5 вот путем пяти ран ты сшедший с неба вырождена через делу марии меня на левой стороне погибели стоящего посредством пяти твоих ран пролитый за меня крови переведи на правую сторону это все объяснено а тут начинает до пупа не доносит чувстве освещаем как ищутся креста прокинутый колдовской совершенно рехнулись это слободской сейчас пишет в законе божием мне все интересно как они все эти годы нам один человек все время говорил что неправильно крестятся спорили а сейчас все поняли и переменили кто он этот человек неведомо но кто-то же говорил им да я тоже читал думаю кто же этот человек такой благочестивый написано христианин какой-то пишет и пишет да так написано не добавляю ничего игнатий тихонович я начала читать это апокалиптическое толкование геннадий фаста вы там на вступление не обозначили его имя фамилию специально чтобы не на него нападок не было да предисловие то почему нет там же есть его имя геннадий фаст нет нет там был молодой специально молодой там ну короче не указали я прям прочитала несколько раз думаю может я проморгал нет ну почему же мы брали за время кажется настоящее будущее журнал они попросили с него взять тут тоже у нас конфликт возник когда я начал издавать то взяла они готовились только что издать отдельно и вон журналом печатался мирской журнал а я это сделать они на меня диска какое вы право имеете это наш труд вроде они он сказала они перепечатали я говорю это вы какое право имели в моем доме он начал по моей просьбе я ему литературу принес он сидел в моем доме и они замолкли сразу ну тогда укажите что из журнала взят это я укажу а вы меня еще упрекаете то он у меня был в это время я ему дал это как задание и он сел начал заниматься тут же моей комнате а потом уехал так ну вот так все все сказал когда вы выпустили лет на 7 раньше вас уже первый когда экземпляр был сделан мы его озвучили насчитали вас еще он и знать не знал еще рукопись только была и мы с рукописи считали три года готовил материал толкование не его выпуск его он взял всех святых отцов от самых первых это огромная работа проделана была им узнали об этом толкование то больше через наш трехтомник ну вот тут написан написал ее молодой диакон про благословению своего духовного наставника и гнатия лапкина обратившего его в православие наставлявшего его святоотеческом разумении писания а также по благословению духовного отца своего протеерея александра пивоварова и все больше ничего там про геннадий фаст вообще не указали но там написано что ребятишки у него дети да да вот аббар то ли родился в таком-то году и 7 такой-то вот и нету нету имени ни фамилии не знаю не знаю это откройте у себя просматриваться блял то это из них журнала я взял а пересчатана то но сюда то надо было указать а то вдруг геннадий да указано же это дорогая ты моя указано посмотрите у себя в книге у вас же есть постой открой первую страницу заголовки вот указано самая первая страница третьего тома предисловие прямо на первой странице самой первой где буквы только есть и что добавляется я филах тут толкование такое-то материалы которые собрал геннадий фаст ну нашла не да ну вот и все оправдался смешная какая да слава господу так господь устроя еще это интересно собрались недруги мои однажды это мне уже сообщили один из них но и недруги где в потеряевки жизнь жители они были теперь их развеяло по всем сторонам то они в кучку то сбились а их размотал господь и не найдешь нигде ну и они меня там трепет по всем косточкам то вот то неправильно другое неправильно там вот тут однажды жестко они жестоко считают но это же разные слова и один говорит а вот общину создать они все согласились нет это нам никому не создать община разные люди разный характер одна душа даже недруги злобствующие и понимают это им не под силу нет конечно просто по-сектантски создать все дозволено а что по форме одеты такой порядок стройно было это не создать не создать это господь только может сделать а про голове а вот ваше выступление на радио в записи каких-нибудь остались в записях в этом в открытым оком там есть там проповедь и начинается так так начинается радиопередача составитель и ведущий проповедник игнатий тихоныч лапкин это сохранилась сохранилась 1 в открытым оком это на зарядить где где-то я мог бы найти у меня не разбиты на два файла 1 до 16 тома и семнадцатого по 33 том двумя файла аудио файлы сохранились что сохранились где которые нет конечно еще нигде нету там пожар был комнате это а вот это одна сохранилась сохранилась прямо как по радио начинается и диктор объявляет такой-то такой-то составитель и ведущий вот так называют меня я могу найти это показать где это как кажется рождестве было слово ведущий заре заряжу и найду и тут могу скинуть сегодня но это кажется на сайте кристине по моему есть эта запись одна единственная не могу сказать кристину православия в книге место на сайте на сайте может быть может быть потому что берут без моего ведома и я свободно даю вот попросили на издание книг разрешение чтобы я сделал на бланке печать поставил в москве какая-то организация но я это сделал и мы отправил ну попросил чтобы сто хотя экземпляров бесплатно мне дали а а чего издавать хотят они что что хотят издавать они какую книгу вашу все книги до 1 38 слава богу но еще ничего не известно у нас одна сестра тут была она приехала из ленинграда и говорит в монастыре купила вашу книгу или купила или видел брат сказал для слова божия нет уз она у меня была первое издание в мягком переплете на льняной основе такое а второе то уже там светные фотографии и на твердым и говорит издал какой-то монастырь в твердом переплете я не видел никто меня не спрашивал а я рад все равно хотя авторы сильно на это негодуют вот возьмешь какой-нибудь ролик вот сейчас в голове владимир на дома они беседовали с этим шахматовым и он домой приехал и начал говорить вот ему дали вот в этом виноен в этом виноен это мне понравилось и этот у себя поставил перетащил это редко я делаю но очень хороший ролик ну еще такое-то и знать их на технич вот у вас пропали 1 и 2 погружена как это не погружение а проигрыш в рулетке но это почему так произошло не знаю что их нету наверно раньше прошло иногда берут на рассмотрение администрация на рассмотрение берут делают недоступным его и они там что-то вырезают или что не знаю даже но они имеют право эти люди имеют заходят со мной вместе если их нету значит они взяли их в разработку решили видимо местами переставить что-то там потому что бывает один файл а беседы маленькие такие до двадцати трех файлов в папку кладу им отсылаю а они наши слепляют и и который бывает что-то такое подозрительное что-то мелькнуло нехорошая я говорю последний урезать как только такое было я сразу выключаю а мне надо еще нету почему вы назвали проигрыш проигрыш а вот у меня первые два которые были как бы я веду их равно по сейчас уже по 160 в каждом на 160 до 160 тут считаю уже сколько это уже 202 320 2 2 виду а вот эти которые там как бы не урезали или что-то мне показалось то есть сменили название я тогда образовала третий как бы канал или ресурс назвал так а как бы проиграли да а я и а я считаю что вы проиграли игру да еще лучше или борьбу что проиграл то я не ну вот а зачем название такое надо было по-другому как-то от проигрыш а я и думаю в казахстан поехать и рахили посоветовать вот я так ошибочно подумал и многие готовые думай почему это уйдем увидишь кто проиграл почему ну нельзя же все время жевать и жевать у меня зубов нет для вас жевать виталий здесь нет примерно так как сказать у тебя нормально идет там а ну по всякому пойдет пост великий идет нормально искушение полно работой больше никуда не отвлекайся и молись на все вопросы не надо это суд армин тебя доведет до крышки аминь спасибо христос и гнат тихонич я дорогой помню как ну есть желание потрудиться потерять так ты скажи ерме и регисту пусть приезжает в гости ну да хорошо скажи я им приглашаю пусть она на меня в скайпе выйдет побеседуем ты выведи выведешь чтобы я его увидел он к нам расположен он хорошо и гнать муж там уж ирме так или здесь к нам расположен или нет ну да 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 конечно она помощь поведомо конечно слава богу у него патриархат в семье слава богу они еще не пью по крайней мере что я вижу они еще не православные а они не православные еще нет 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 ну как гирма то уже два года ходит а регис только начинает вот первый пост пошел а вот ну и вот хорошо стало хорошо хорошие люди очень даже дорогие давайте молиться где сергей то пусть руководит роман фроликов будьте молись и товарищ достойно есть я кого истину ложит это богородицу преснаблаженную и пренепорочную и матерь бога наши честнейшую херуби и славнейшую без сравнения серых и без истления бога слова ротшую сущую богородицу я величаю роман брат фроликов молись об окончании отец и святой дух за то что дали нам все время благодарна на прославление тебя на благодействие твои радостные новости на узнавание твоих истин тайн твоих господи слава тебе за то что дал нам святую твою библию открыл нам толкование святых отцов как истину на каноны указал нам как на истину но которую надо сверять с евангелием своим с библией указал нам на то что ты будешь судить нас по слову своему в разуме вас господи и далее изучать твое слово ревностно не пропускать занятия по изучению стараться самим организовывать такие же занятия у себя на местах где я работаю где мы работаем где живем вдохновлять людей на любовь к тебе слава тебе я все аминь 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 аминь